Да, значит, мы решили читать первую главу книжки «Тах поведения в мета-метафизику», и так как там совсем чуть-чуть, и он там очень чуть ссылается на статью Ваненвагина «Мета-онтология», я решил, что вот мы сегодня их, так сказать, разберем и посмотрим, в чем же там состоит вообще весь ЦИМИС. Вот, но сначала много историй, как это принято и как это сам Тахка оговаривает в своей книжке. Это то, что нам нужно для того, чтобы прояснить дисциплинарные границы, потому что, как говорит Тахка, если говорить о различии между мета-метафизикой и мета-онтологией, то она может быть сопоставлена с различием между метафизикой и онтологией. И как в первом, так и во втором случае суть заключается в том, что первое понятие, то бишь мета-метафизикой и метафизикой соответственно, включает в себя второе, то бишь мета-онтологию и онтологию соответственно. Метафизика, известно, что это происходит с общего названия 14 книг Аристотеля, которые составляют, как мы теперь думаем, то, что мы называем метафизикой Аристотеля. Самому Аристотелю это слово не было известно, и для той области философии, которая составляет предмет книжки «Метафизики», у него было 4 названия. «Первая философия», «Первая наука», «Мудрость» и «Теология». И вот по меньшей мере через 100 лет после смерти Аристотеля издатель его работ, считается, что это скорее всего был Андроник Радовский, назвал 14 книг, то «Метафизика», то есть «Послефизических», те, что идут «Послефизических», где под последнюю имеются в виду книги, входящиеся из того, что мы называем сейчас «Физика» Аристотеля. И это название, оно, видимо, должно было предупредить изучающих аристотельскую философию, чтобы они не брались за метафизику до усвоения физических сочинений, то есть книг о природе естественного мира. Но сам термин этимологический, как я уже подчеркнул, он не информативен, потому что он ничего не говорит про содержание. А вот термин «Онтология», он уже более содержателен, и у него тоже аристотелевское происхождение, хотя, опять-таки, Аристотель такого термина не использовал. «Онтология» — это изучение бытия, как оно есть само по себе. Этимология греческая, но при этом самые старые записи о самом слове — это новая латинская форма. «Онтология» — она появилась в сваре Орхарда в 1606 году и, как ленився, в 1613 году. А появление в английском языке там зафиксировали лет на 50 позже, тоже в каком-то сваре. «Онтология» — она возникает как несколько более четко определенная, со слов «Тахка», хотя есть случайно общая область исследования, а метафизика обычно понимается как то, что касается реальности или структуры реальности в еще более общем смысле. При этом он подчеркивает, что различие между метафизикой и антологией, оно расплывчато, потому что куча авторов использует эти термины взаимозаменяемо. И подобная расплывчатость влияет на различия между метаонтологией и метаметафизикой. И сад термин «Метаонтология» он отсылает к одноименной статье Ваненвагена, к которой я сейчас и намерен обратиться. Ваненваген говорит, что цель его статьи — это выявление метаонтологии кунианской, то есть следуя духу Клайна. И занимается он тем, что он выдвигает пять тезисов, хотя он говорит, что некоторые из тезисов, что он перечисляет, никогда не были прямо заявлены с Клайном, но Ваненваген говорит, что он не сомневается, что Клайна бы их все принял. И вот это пять, ну, как кажется, простеньких тезисов. Первое — это то, что бытие не является деятельностью, это я так перевел в Activity. Второе — это то, что бытие — это то же, что и существование. Третье — это то, что бытие однозначно, то есть не эквилогально. Четвертое — это то, что смысл бытия или существования одно и то же, исходя из третьего и второго, адекватно уваливается квантором существования. И пятое — этот тезис он не формулирует явно, но он относится к правильному пониманию критерия онкологического обязательства. Вот. То, что касается первого тезиса, что бытие не является деятельностью. Что здесь имеется в виду? Сначала Ванн Лагин вводит следующее определение, что деятельность А является более общей, чем деятельность Б, если и только если участие вещи в деятельности Б влечет за собой и участие в деятельности А, и при этом обратное не является верным. То есть такой вот пример в духе «я пишу, я пишу эссе по философии». Деятельность «я пишу», она является более общей, чем «я пишу эссе по философии». Понятно, по каким причинам, чисто по определению. И Ванн Лагин спрашивает. Он спрашивает как бы представителя экзистенциально-феноменологической традиции, пытаясь реконструировать его ответ. Вот он задает вопрос. Существует ли деятельность, которая включает в себя все другие виды деятельности? И согласно Ванн Лагину, ответ представителя экзистенциально-феноменологической традиции, что да, эта деятельность есть, и это и есть существование. Он сам, понятное дело, с этим не соглашается. Он говорит, что... Он не отрицает, что есть самая общая деятельность, в которой он вовлечен. И он говорит, что он бы назвал ее продолжительностью, или как в англоязычном варианте, вот, lasting. Но он не соглашается, что эта деятельность, она является, в общем, существованием или бытием. И второй вопрос, который Ванн Лагин задает, это существует ли деятельность, в которой вещи вовлечены в силу участия какой-либо другой деятельности? И он опять реконструирует ответ представителя экзистенциально-феноменологической традиции. Нет. Только различие в том, что в ответ на первый вопрос он пишет, что многие бы ответили, а в ответ на второй вопрос он говорит, что некоторые бы ответили. И в качестве этого некоторого он приводит именно, что Сартера. Ванн Лагин, он отвечает, что... Как бы отвечает за Сартера, что Сартер ответил бы, что самая общая деятельность человека не та же самая, что самая общая деятельность стола. Потому что стол, он просто стоит, он подвергается внешним изменениям, а человек, он прибывает в сознании и выбирает между какими-то альтернативными возможностями. В чем не согласен Ванн Лагин с представителями экзистенциально-феноменологической традиции? Первое, в чем не согласен, это то, что мы разделяем эту самую общую деятельность со всем или, по крайней мере, с каждым конкретным представителем мира. И второе, он говорит, что неправильно эту деятельность называет существованием. То есть, по его представлениям, продолжительность, вот тот термин, который он вводит, для того, чтобы ответить на первый вопрос, она не имеет, не то чтобы не имеет ничего общего с бытием, но она связана с ним так же, как связан там цвет, форма, интеллект и так далее. То есть, очень-очень апосфередована. То есть, он признает, что существует разница между простыми, неодушевленными объектами, но не в том, что мы обладаем разными видами бытия, а в том, что у нас различная природа. То есть, он делает различия между дозайн и вазой. Это его подчеркнутое отличие от реконструкции дистанциально-феноменологической традиции, как оно вам представляется. Второе – это бытие, это то же, что и существование. Второй тегис, который он приписывает, который принял бы Куайм. Он говорит, что несмотря на то, что некоторые философы различают бытие и существование, например, Терренс Парсенс, и на то, что мы можем образовывать в естественном языке конструкции типа «есть много вещей, в которых некто верит, но которых не существует». Но по Ваненвагену это что-то вроде такой языковой ловушки, потому что различий между бытием и существованием нет. И когда мы говорим, что есть много вещей, в которых некто верит, но которых не существует, мы имеем в виду, что этот некто считает, что некоторые вещи есть, но на самом деле их нет. И сам Ваненваген признается, что он не понимает, как можно было бы это аргументировать, а лишь предлагает нам с вами, в общем, читателю, он предлагает привести контрпример, когда бы мы могли сказать про какой-то предмет, что он есть, но его не существует. И в качестве того, что он не предоставляет аргументов и сам в этом признается, он, в общем, предоставляет, как бы сказать, анекдот. То есть просто занятный случай из какой-то личной практики. Вот он говорит, что к нему как-то раз подошел какой-то друг и сказал, что в каком-то там собрании сочинений Майлинга, в общем, на какой-то там странице, Майлинг признает, что его теория объектов, она противоречима. И, в общем, 4 часа спустя после продолжительных поисков он останавливает своего друга и говорит, что я, говорит, не нашел ничего. А ему его друг говорит, дескать, ты не прав, этот пассаж, он есть, но он просто не существует. И вот, исходя, как бы, различия между существованием и вытьем, оно в представлении Ван Ваги наносит такой вот анекдотический характер, сразу отсылая к представителям, к людям, которые занимались рецепцией Майлинга. Судя по всему, он имеет в виду, например, Терренса Парсенса, потому что он вначале его упоминает. И что, дескать, различие такое анекдотическое, оно ему непонятно, и, как я уже сам говорил, он говорит, что он не в состоянии как-то его аргументировать, только попытаться убедить нас в этом или же просить нас перевести соответствующие контрпримеры. Третий тетис заключается в том, что бытие, оно однозначно, то бишь, не экривокальное. Вот по клайнам, привлекательной, точнее, по клайнам представления Ван Вагина, привлекательной, хотя и ложной позицией является та, согласно которой считать, что быть, ну или существовать, неважно, означает одно и то же по отношению к материальным объектам, но разное по отношению к умам, сверхъестественным вещам и абстракциям по типу чисел или возможностей. И он предлагает следующий доклад. Он говорит, что нам нужно связать существование и счет, то есть существование и числа, и говорить о существовании в теременных чисел. Он представляет это таким достаточно простым решением для того, чтобы показать, что позиция, согласно которой существование, многозначно ложна. То есть, каким образом он предлагает действовать? Он говорит, что было бы странно в случае чисел считать, что когда мы считаем разные объекты, и мы говорим там пять, не знаю, пять кошек, а потом мы говорим, например, пять, не знаю, пять простых чисел, что вот в этих двух словосочетаниях они, в общем, означают разное по той причине, что считаются разные объекты. Он говорит, что мы все прекрасно понимаем, что нет, потому что преимущество арифметики в том, что оно позволяет считать совершенно разные объекты, не обращая внимания на их, грубо говоря, внутреннюю природу. И он говорит, что связать существование и подсчет можно таким образом. Сказать, что единорогов не существует, это значит сказать, что их число равно нулю, а сказать, что в лошади существует, извиняюсь за запечатка, значит сказать, что их число один или больше, ну или там строго больше нуля. Ну и, соответственно, сказать, что ангелы, идеи и простые числа существуют, это значит, что просто сказать, что их число больше нуля. И он в этом отношении опять ссылается на своего рода, ну уже не анекдот, а некоторый исторический пример, он ссылается на понятие сознания Райва и говорит, что это один из самых известных примеров, в котором говорят о том, что существование, оно, в общем, многозначное. Следующий, ну, пассаж Райва выглядит следующим образом. Он там в самом начале пишет, что совершенно корректно произнести с одним логическим ударением, что существует сознание, и с другим логическим ударением, что существуют тела. Но по Райву эти высказывания, они не обозначают два различных вида существования, потому что существование – это вообще не родовое слово. И они обозначают просто два различных смысла существования, наподобие того, как там, кажется, у него был пример с… Что, короче, растет прилив, растет надежда и растет средний уровень смертности. И сладчеловек о том, что сейчас растут три вещи, а именно прилив, надежда и средний уровень смертности, они будут расцениваться как глупая шутка по Райву. И он говорит, что будет такой же шуткой сказать, что существуют четные числа, среды, общественное мнение и военно-морские силы. И точно так же он говорит, что глупо будет сказать, что существует сознание тела. Ванен Вайген говорит, что на самом деле можно пойти еще дальше и отдельно говорить, что существуют среды или существуют общественные мнения – это уже само по себе глупо. и придумать какое-то оправдание для их упоминания в одном предложении еще труднее. И он опять предлагает читателю придумать такое предложение о предметах из списка Райва, которое бы глупо не звучало. И он там ссылается уже на такой анекдотический пример, который касается советской цензуры. В общем, если вы что-то читали, вы оценили. Я его тут пересказывать не буду. И мы подходим уже к, наверное, еще более важным тезисам, про которые говорит Ванен Вайген. Это то, что смысл бытия или существования, как мы выяснили, неважно, исходя из второго пункта, адекватно будет улавливаться квантером существования. Он пишет, что это вообще-то бесспорно, но находятся люди, которые утверждают, что квантер существования не имеет ничего общего с существованием и что вообще его корректно было бы называть партикулярным квантером. Сам же Ванен Вайген не считает, что есть какие-то несуществующие объекты и не считает, что какая-либо область квалификации может включать в себя эти несуществующие объекты. И он предлагает следующую цепочку формализаций. Пример с собакой. Мы пишем, что существует х такое, что х собака, это значит, что справедливо, что по крайней мере для одной вещи, что это вещь собака, потом справедливо, что по крайней мере одна вещь собака, потом по крайней мере одна вещь собака и просто, что есть по крайней мере одна собака. Я тут опустил одну цепочку, которая была в статье и казалось обобщенного понимания это. Он там предлагает не переходить не сразу к логической форме в логике предикатов первого порядка. Он делает это довольно последовательно и говорит сначала, вот пускай у нас есть английский язык с большим количеством, в общем, придаточных оборотов, и что когда их становится слишком много, естественно, язык не вполне помогает нам их различать, и поэтому, когда у нас повторяются обороты то-что, он их заиндексирует, короче, он их индексирует соответствующими переменами, по которым ведется квантификация, и расставляет скобочки, и говорит, что это такой удобный способ промежуточной квантификации, который позволяет нам, в общем, понятнее разбирать сложные предложения. Ну вот, это как раз была цепочка между первым и вторым. Вот, он показывает эту цепочку и демонстрирует, что вот на таком примере их дистанциальный квантер, он и выражает значение есть в русском языке. Вот, то есть, опять-таки, демонстрация чисто наглядная, и с самого начала Ванглагин заявляет, что, дескать, это вообще-то бесспорно. Вот. Ну и четвертый, точнее говоря, четвертый плюс пятый тезис – это то, что касается антологических обязательств. То есть, один из самых знаменитых, наверное, квантерских пассажей. И он говорит, что существует некоторое ошибочное понимание, то, что я назвал легендой об антологических обязательствах, потому что, по словам Ванглагина, многие философы думают, что этот критерий является тезисом о том, каковы антологические обязательства вообще любой теории. И, согласно этой легенде, квантер был убежден, что, во-первых, существует четко определенный класс объектов, которые называются теориями. И второе, то, что квантер разработал технику, которая может быть применена к теориям, чтобы выявить объективно присутствующую особенность или аспект их содержания, который и называется антологическими обязательствами. И вот метод выявления антологических обязательств описывается следующим образом, что сначала формулируется теория в канонической нотации кванификации, то есть классической логике первого порядка. Потом рассматривается совокупность всех предложений, то бишь замкнутых формул, которые являются формальными следствиями данной переформировки теории. Потом рассматриваются элементы этого множества предложений, которые начинаются с эксистенциального квантера, область действия которого составляет оставшуюся часть предложения. И вот найденные предложения, они как раз и раскрывают антологические обязательства данной теории. И каждая из них будет состоять из эксистенциального квантера, за которым следует предложение, в котором только одна переменная свободна. И, например, если переменная после квантера у нее 5 свободных вхождений, то он там изображает таким образом, что просто мы отлавливаем каждое вхождение этой формулы, которая идет после эксистенциального квантера. Открытая формула при этом выражает условия на объекты. Антологические обязательства нашей теории заключаются в том, что наша теория имеет антологические обязательства хотя бы одного объекта, который удовлетворил вот этому условию, когда мы прогнали весь этот метод от формулировки теории до нахождения элементов из множества предложений. И по Ваненвагену проблема с таким пониманием заключается в том, что существуют четко определенные объекты, которые называются теориями, и что каждый из них имеет уникальный перевод в логическую аннотацию. И если бы мы предположили, что существует класс каких-то четко определенных объектов, которые мы называем предложениями, то мы могли бы обеспечить первую из этих посылок, определив теорию просто как любой класс предложений. Но в представлении Ваненвагена это очень искусственное объяснение теорий, потому что обычно предполагают, что он перечисляет какие-то известные примеры естественно научных теорий по типу теории относительности или теории эволюции, и он говорит, что они не привязаны к какому-либо конкретному классу предложений. И дальше он идет к тому, что он называет проблему уникального перевода, то есть то, что касается переводов предложений с естественного языка на формальный. И в чем состоит эта самая проблема? Что есть логическая форма на языке логики-предикатов первого порядка. И логическая форма по Ваненвагену это то, что присутствует в разной степени в различных предложениях, а не что-то, что присутствует в конкретных предложениях. Ну то есть что логическая форма это штука, которая обобщает несколько различных предложений, она может быть одной общей предложений, и она как бы не сидит внутри самого предложения. Она ему не присуща в том смысле, что мы ее в каком-то смысле приписываем. Я потом дальше скажу, станет понятнее, что имеется в виду. И если мы, даже если мы этот факт по Ваненвагену игнорируем, то у нас будут какие-то альтернативные способы перевода предложения или набора предложений вот в эту логическую форму на языке логики первого порядка. И он там приводит пример в духе там, каждая планета находится в любое время на некотором расстоянии звезды. И он начинает это формализовывать последовательно. Сначала он берет квантификацию по планете, потом он заменяет, он сначала пишет союзы в привычной такой грамматической форме, потом он заменяет их на логическую аннотацию, потом он начинает делать квантификацию по звездам, потом он делает квантификацию по времени, и последнего перехода это квантификация по расстояниям. То есть там формула выглядит таким образом, если причитать квантеры. Для любого х, х планета, там дальше идут связки, для любого у звезда, опять дальше связки, для любого t, t времени дальше связки, существует z, такое, что z расстояние, и x находится в t, в смысле в моменте времени t, отделенное от y, z. И он настаивает, откуда у нас делось определенное, потому что внедрение квантеров и переменных, как он считает, может быть осуществлено различными способами, и которые на самом-то деле предполагают определенную креативность. Это не какая-то механическая работа, потому что если рассматривать предложение, в котором он формализует расстояние, он считает, что это не имеет большого смысла в силу того, что он не может дать связанное описание свойств, которыми обладал бы объект, который ему удовлетворяет. И, как он считает, что очевидная различимость первого предложения, последовательность предложения просто обычного английского языка, она не предполагает, что фраза 5 километров, она обозначает конкретное расстояние. Он считает, что последнее предложение с формализованным расстоянием, оно вообще-то не является правильным парафразом первого, которое было написано просто на естественном языке, хотя второе, третье и четвертое – это все еще парафразы. Он говорит, что кто-то может ответить, что вообще-то есть возможность для введения такого квантера по расстояниям при переходе от предпоследнего к последнему. Ну вот он приводит еще один пример, что вот если x находится на некотором расстоянии от y, а y находится на некотором расстоянии от z, то расстояние от x до y больше расстояния от y до z, или расстояние от x до y равно расстояние от y до z, или расстояние от x до y меньше расстояние от y до z. Вот такой простенький, понятный пример. И он говорит, что можно ли продемонстрировать логическую связь между вот этим предложением и там, где мы формализовали расстояние. И если бы мы готовы были предположить, что существуют вещи, которые мы называем расстояниями и которые как бы отделяют пространственные объекты друг от друга, и что одно и то же расстояние, оно может одновременно разделять объект А и Б и объект Б и С. Но он говорит, что мы не должны быть готовы делать такое предположение, потому что оно не кажется ему последовательным. Вот он говорит, что одним из них было бы введение предиката 1 в 2 раза дальше от 3, чем 4 от 5. И он говорит, нам не нужен другой предикат, который включает пространственное разделение, чтобы выразить то, что выражается вторым примером. Если x в один раз дальше от y, чем x от y, а y в один раз дальше от z, чем y от z, то существует n, такое, что x в один раз дальше от y, чем y от z, и n больше единицы, или n равно единице, или n меньше единицы. Можно опустить последние слова про n больше единицы, или равно единицы, или меньше единицы, просто рассматривая их как вполне понятное следствие свойств вещественных чисел. Если в нашем распоряжении есть такой предикат, мы просто можем изменить последнее предположение в нашей последовательности на x в один раз дальше от y, чем x от y. И это может позволить нам избежать какой-то проблемы при описании природы объектов, которые удовлетворяют вот этому открытому предположению, открытой формуле, точнее, z-расстояние, на сомнительности которого и настаивает Ваненваген. В чем заключается итог вот всех этих дискуссий и перебирания на конкретных примерах? Он говорит, что это способствует развенчанию легенды, потому что переход между быть, не быть в квантерную форму, он не резкий, он постепенный. И у нас есть какие-то способы введения квантеров и переменных, которые напрашиваются, но они философски предосудительные, потому что способ введения квантеров и переменных, он может привести к набору предложений, которые имеют в качестве формального следствия и дистанциальное обобщение на открытой формуле F какой-нибудь. Так что при размышлении человек будет не желать признать, что есть что-либо, что удовлетворяет этой самой F. То есть вот неоднозначность перевода в логическую форму, она как раз и рушит ту версию легенды, про которую Ваненваген говорил в начале изложения четвертого вот этого пункта, ну или пятого. И можно, конечно, быть убежденным, что начальная часть языкового дискурса, она не имела никакого намека на то, что существуют вот эти вот F, открытые формулы. И что, тем не менее, дискурс содержал какую-то логическую структуру, которая была представлена конструкциями, которая включала квантеры и переменные. И вот он говорит, что как раз в этот момент требуется что-то вроде творчества, потому что нет никакой уникальной и скрытой однозначной логической формы, которую можно было выявить просто внимательно, посмотрев на предложение. Потому что неверно, что любой перевод части языкового дискурса вот в квантерную аннотацию так же хорош, как и любой другой. И есть много по Ваненвагену интересных случаях, в которых вопрос о том, является ли один предлагаемый перевод таким же хорошим, как другой, это на самом-то деле философский вопрос. То есть он ставит такой тезис, который, ну, на самом-то деле он здесь фактически забегает в формальную семантику и говорит, что вопрос формализации каких бы то ни было утверждений, это вопрос творческий, он не механический. И он может сильно зависеть от нашего философского вкуса, эстетического вкуса или может он там вообще зависит от каких-то соответствующих контекстов. В связи с этим, например, можно вспомнить достаточно известный пример, который приводит, кажется, почти в каждой книжке по формальной семантике, когда мы, например, говорим предложение в духе «каждый ребенок дразнил собаку». И типа, что это значит, что у нас там для каждого ребенка существует какая-то одна собака, которую он дразнит, или там это означает что-то другое. И, соответственно, в зависимости от того, как мы это предложение поймем, у нас будет меняться формализация. И это, то есть в данном-то случае, это, видимо, должно распознаваться каким-то образом чисто по контексту, но в некоторых случаях это просто предмет какого-то эстетического вкуса, ну или это просто предмет философского спора. Дальше. Ван Ваген развенчивает вот эту легенду и говорит, что это неправда, что у какой-то части, конкретной части языкового дискурса, есть какие-то определенные, более или менее скрытые, но на самом деле присутствующие антологические обязательства, которые вот так запросто выявляются. Более того, он считает, что Куайн об этом факте был хорошо осведомлен, и Куайн на самом-то деле и не предложил никакой механической техники для их обнаружения. И, соответственно, задача Ван Вагена заключается в том, чтобы эту технику предложить. И она у него предлагается в такой игровой, диалоговой форме. Он говорит, что как это работает. У нас есть спор между двумя людьми с различными позициями касательно того, какие антологические обязательства им принимать. Первый участник берет предложение, которое принимает другой участник диалога, и с помощью в широком смысле диалоговых приемов, которые он может себе позволить, он вводит все больше и больше квантеров и переменных в эти предложения. Если в какой-то момент этой процедуры выясняется, что экзистенциальное обобщение на какой-то открытой формуле может быть формально выведено из предложения, которые он принимает, то человек показывает, что предложения, которые он принимает, и способы введения квантеров и переменных в те предложения, с которыми он согласился формально, как раз обязывают его к тому, что существуют вещи, которые удовлетворяют свойству f, которые выражаются с помощью открытой формулы. И он приводит пример из статьи Льюисов, как можно было бы подлавить материалиста, но как он не захочет подлавливаться, потому что вы ведете с ним вот этот вот диалог. Допустим, некоторый материалист, он отказывается признать предложение в этом куске сыра ровно две дырки. И вот можно перевести эту в такую квантерную формулу, что существует x, существует y, такие, что x – это дырка и y – это дырка, x находится в сыре, y находится в сыре, и x не равно y, и для любого z такое, что z – это дырка, и z находится в сыре, что z – это либо x, либо y, то есть вот то, что идет после вот этой внешней конъюнкции, это просто формализация того, что их ровно две, понятное дело. И вот он говорит, что на самом-то деле человек, каждый человек, кто распознает второе предложение, он признает, что из него будет следовать вот это вот утверждение, что если в этом куске сыра три тмина, то в этом куске сыра больше семян, чем дыр. То есть это просто утверждение про числа по факту, не про, ну, как кажется, не про что-то антологическое. Вот. И можно, конечно, то есть мы понимаем, почему материалист не захочет принять вот перевод, который тут представлен, потому что, может, были бы случаи, когда он принимал то, что было выражено вот в таком случае предложением обычного, в данном случае русского языка, предлагаемый перевод выражает истину только в том случае, если есть объекты, которые удовлетворяют вот этому вот формуле, что x – это дыра. А если материализм истинен, то тогда есть только материальные объекты, а ни один из материальных объектов не удовлетворяет свойству x – это дыра. И кто-то, вот, Ван Энваген представляет себе противника материализма или просто хочет попытаться лучше понять, что подразумевает из себя позиция материалиста, и как бы по Ван Энвагену можно было бы применить соображение о достоверности вывода в такой дискуссии. Можно вот попросить материалиста рассмотреть вот это предложение про ТМИН. И это предложение, оно истинно, в том смысле, что… Ну, точнее, истинно – это прямое, это просто логическое следствие первого предложения. И если мы принимаем первое, то мы принимаем второе. Просто материалист, он не будет согласен с формализацией, которую мы предлагаем, потому что это просто будет противоречить его доктрине. Вот. И суть в том, что он говорит, что вот любой, кто принимает приведенную выше формализацию последнего предложения, и кто принимает формализацию первого предложения, которое построено логичным образом, он может легко объяснить тот факт, что второе предложение – просто логическое следствие первое. Но материалист не может принять повествование об этом факте, и он должен либо удовлетвориться тем, что у него нет никакого описания этого дела, либо он должен найти какое-то другое объяснение факта. И Ван Эндвайкен говорит, что единственный способ, который является альтернативным объяснением факта, заключается в том, что нужно найти альтернативные формализации двух этих предложений. Так что новая формализация второго – это формальное следствие нового формализации первого. Ну или вторую вилку – это то, что ни одна из новых формализаций, она не будет являться таковой, что истинность требует существования объектов, которые удовлетворяли бы открытой формуле типа x-дыра. Но не может быть удовлетворено объектами, приемлемой для материалиста. И в данном случае он говорит, что на самом деле такие формализации найти достаточно легко. Если материалист вообще готов признать существование каких-то абстрактных объектов. И вот это пример из статьи Льюисов. Он считает, что там можно найти альтернативные формализации, которые вообще не предполагают существование абстрактных объектов. Но он ссылается на то, что это, дескать, формализации номинистические, что они какие-то странные, они апеллируют к сильному принципу мирологического суммирования. В общем, он особенно не аргументирует, но просто говорит, что они ему не нравятся. И получается, что появляются все-таки посредствия для номинистического материализма. И они очевидны, когда кто-то принимает стратегию Клайна для прояснения антологических споров. Ту стратегию, которую он предложил, понятное дело, а не которую он развенчал. И он говорит, что, дескать, из этого извлекается такой общий урок, что вообще все антологические споры, в которых спорщики не принимают стратегию антологического прояснения Клайна, но не вот такую, не вот эту легендарную, а вот ту, которую предлагает он. Которая более смягченная, которая опирует к тому, что логическая форма, она не универсальна, что приход постепенный, что способ выявления антологических обязательств – это не какая-то механическая процедура, это процедура диалоговая, это процедура творческая. И, то есть, он как бы по факту сильно смягчает этот тезис. Он говорит, что вот если в смягченном виде у нас ведутся какие-то антологические споры, в которых спорщики этого прояснения стратегии они не принимают, то вот в представлении Ван Эдвагена они являются просто какими-то подозрительными. И, то есть, если вот эти правила не соблюдаются, то те люди, которые являются приверженцами мета-антологии Клайна, которую Ван Эдваген сам в этой статье описал, то для них будут сразу же видны какие-то неблагоприятные последствия, позиции, с которых они спорят. Вот. Ну, на этом фактически я заканчиваю представление, разбор статьи Ван Эдвагена, называйте, как хотите. Вот. Еще раз. Я выбрал эту статью по той причине, что, во-первых, она, как мне кажется, достаточно интересно предлагает реконструкцию определенной легенды, она ее разоблачает и предлагает свой способ видения на то, как выглядит Клайнатская мета-антология. Я не буду говорить о том, насколько методология Ван Эдвагена, которую он к Клайну приписывает, она действительно принадлежит Клайну, то есть насколько она в этом отношении является аутентичной. Дело не в этом. Дело в том, что в этой статье Ван Эдваген, он предложил стратегию и он эксплицировал Клайнатскую мета-антологию, с которой потом начались активные споры. То есть не то, чтобы их раньше не было, споры между, по поводу несуществующих объектов или там, как можно сказать, fictional objects, в общем, объектов типа фикции, они шли и раньше, и вот Ван Эдваген, он ссылается на Теренса Парсенса, который был одним из людей, который совершил рецепцию майнинговской теории объектов. Но это вывело споры уже на такой мета-антологический уровень, пошли дискуссии вот в этом ключе, то есть в частности к статье Ван Эдвагена предлагались определенные контрпримеры о проявлении такой стратегии и онтологических обязательств. То есть вот практически по каждому тезису находились те или иные доводы против них. То есть понятное дело, что таким образом Ван Эдваген написывает Клайнатскую мета-антологию, но в концепте он говорит, что вот тот тезис, который я предлагаю, ту мета-антологию, которую я предлагаю, она является слабой, а если мы ее не принимаем, то это нечто подозрительное. Но при этом вот с самими тезисами, как позицией ретроспективно Клайна, с ней достаточно много спорили. И на самом деле это сам Тахко, он тоже будет с ней в определенном образом спорить, в особенности то, что касается взгляда на мета-антологию, потому что Клайна считается, что является антологическим дефляционистом, Тахко в начале своей книжки заявляет, что он реалист, потому что он аристотелит. И, закончив большой кусок про статью Баненвагена, я возвращаюсь к концу первой главы Тахко, в которой он говорит еще про несколько важных для него развлечений. Как не стоит понимать то, что вещи, которые касаются антологии, метафизики, и мета-антологии, и мета-метафизики. Он говорит, что одним из альтернативных толкований задачи антологии это предание центрального места того, что называется формальная антология. При том, что не стоит вводить себя в заблуждение, говорит он, потому что этот термин он первоначально не отсылает к антологии, которые исследуются формальными методами, хотя и может их включать. Это относится к изучению антологической формы, которая включает в себя структуры, и отношения, в которых эти антологические элементы состоят. То есть, с одной стороны, этот термин он прямо отсылает к Гусерлю, потому что вроде как считается, что Гусерлю его и ввел. А в более общем плане антология, которая понимается таким образом, у нее уже аристотелевский смысл, потому что это изучение категориальной структуры реальности. И это, например, задача, которая отсылает к категориям Аристоселя. И один из примеров – это четырехкатегорные антологии Эдварда Джонатона Лоу. И вот он говорит, что исходя из того, что он тут выше описал, что вот мы посмотрели на статью Ваннвагена, там говорится про проект Куинианской метаонтологии, его можно развивать в другом ключе, можно вполне себе принять, что понимание метаонтологии, оно изначально было Куинианским, потому что оно вводилось для экспликации тезисов, с которыми должен был бы согласен Куайм, но в целом можно дать ему другое определение. И вот он предлагает определение мета-метафизики, изучение оснований и мета-онтологии метафизики, и мета-онтологии, как учение бытии, свое существование, оно не с необходимостью, одно и то же, потому что мы влезаем за пределы Куайновского дискурса квантификации, извиняюсь за эту досадную ошибку, и антологических допущений. То есть, да, здесь сохраняется то, что говорил Ваннваген, то есть это все то же, что на самом-то деле включалось в мета-онтологию, в изначальной статье Ваннвагена, но просто то же самое, это и событие существования, буквально эта штука одна и та же, так-то в принципе в мета-онтологии, в зависимости от точки зрения, она может быть разная. И вот на сегодня у меня, наверное, все, то есть, не знаю, даже положилось, по-моему, во время, вот, сразу подчеркнул, что я на протяжении изложения этих тедисов, я явным образом не занимал чью-то позицию, я и сейчас готов сказать, что я там не готов отстаивать каждый из тедисов, которые приводят Тахка, хотя он практически никаких тедисов и не приводит, там просто историческая справка, и каждый из тедисов Ваннвагена, на самом-то деле, то есть, каждый из этих тедисов, его можно было отпорить, это целая дискуссия. Моя задача стояла в том, чтобы эту дискуссию нас как-то плавно ввести и, возможно, что-нибудь в дальнейшем про это почитать, если вдруг вас это заинтересует. Вот, пожалуй, у меня на сегодня все. Хорошо, спасибо, Арсен. Что у кого, какие вопросы будут? Арсен, у меня такой вот частный, достаточно простой вроде бы вопрос. Когда Григорий Пиригман доказывает, что наша Вселенная не имеет ровно одну дырку, можно ли это назвать проявлением негдеализма? Подождите, когда он что доказывает? Что наша Вселенная имеет ровно одну дырку. Ну, честно говоря, я не настолько компетентен в том, что доказывает Пиригман. Мне, честно говоря, казалось, что у него доказательства математической гипотезы, а не физической гипотезы. Гипотеза по НКР. Так, а это физическая гипотеза? У меня бы просто казалось, что это какое-то математическое утверждение о математических объектах. То есть понятно, что те объекты, которые там используются, они могут выступать моделями, условно говоря, физической реальности, но, говорю, я не настолько компетентен, чтобы говорить, что там Пиригман экзаман, а что нет. Так что я думаю, что я хоть и, в общем, изучаю математику, но я в этом, в общем, не разбираюсь. Так что не готов вам как-то серьезно и уверенно на это дело отвечать. Ну, хорошо, может быть, я с интерпретацией немножечко неверно что-то сделал, но мне показалось, что какой-то странный вывод присутствует идеализму и материализму, различную, и Энвагену. Вывод по статье Ван Энвагена или вывод? Вот по вашему докладу, как вы связываете проблему дырок с материализмом и идеализмом, что-то меня это немножечко озадачено. Ну, по-моему, тут просто предлагается не... То есть Ван Энваген, он переводится, например, не для того, чтобы показать, что с материализмом или номинализмом есть какие-то явные проблемы, хотя он как бы признается своей антипатией к номинализму, в конечном счете, к номиналистическому материализму, но он отсылает к тому, что если бы мы следовали вот этой вот легенде, легенде о том, как нам нужно выявлять критерии антологического обязательства, то на этом наша дискуссия просто бы прекратилась, а так она по факту может продолжаться, потому что, ну, тезис вроде как наивный, но Ван Энваген его оговаривает, что вот эта формализация, она не единственная возможная, и нужно продолжать диалог, потому что вот тут есть вполне понятные логические следствия, которые можно даже уяснить, не выражая все это на каком-то формальном языке, то есть просто вот это вот первое предложение и третье, и что, нужно предлагать формализации для того, чтобы яснее осознать, какие у нас есть антологические обязательства, чтобы достигнуть какого-то диалога, то есть это не статья с какими-то однозначными выводами, это статья, которая говорит о какой-то полезной юристике, то есть как бы нужно отделять сам взгляд Ван Энвагена на антологию и на методологию он в сущности Куйнянский и то, какую юристику он предлагает в целом для того, чтобы о методологии говорить и спорить с представителями в том числе других взглядов. Так что как-то так я вам отвечу. Ну и второй вопрос, вот вы говорите о формализации, имеется в виду формализация относительно какого-то формального языка? Ну, Ван Энваген следует Квайну говорит, что иметь в виду просто формализация на языке классической логики первого порядка. Но при этом он допускает существование промежуточных формализаций, от которых, то есть когда мы не сразу все переводим на логическую нотацию и все там встречи и совместные обороты переводим в квадратную форму, все объекты мы переводим в что это у нас являются индивиды, свойства, одноместные отношения и так далее. То есть он говорит, что это можно делать последовательно, можно сначала эксплицировать скрытые союзы, потом эти скрытые союзы формализовывать и на каждом из этих промежуточных этапов выяснять, каким образом у нас может прийти формализация и какая у нас может выявиться другая возможная логическая форма, чтобы у нас диалог на этом продолжался. При этом он не особенно акцентирует внимание на то, как нам быть дальше. Вот допустим, мы спорим с каким-то человеком, у которого онтологические и мета-онтологические взгляды другие, то есть отличаются от наших и как происходит установление консенсуса, вот это то, что называют творческим процессом, диалоговым поиском, философскими или эстетическими предпочтениями, он это явным образом не эксплицирует. То есть это, видимо, предмет какого-то дальнейшего отдельного исследования, возможно, сам Бонен Багин что-то на эту тему написал. То есть на самом-то деле тут все довольно слабо, но все касается формализации, в конечном счете, видимо, считается, что человек, который придерживается кунянской мета-онтологии, он все должен сводить к классической логике первого порядка, вот в общем ввиду ее антологической нейтральности. Ну, хорошо, допустим, мы фиксировали логику первого порядка куайновскую, но нельзя ли сказать, что любая формализация будет чего-то, будет тождественно всем прочим формализацией этого чего-то, если мы фиксировали систему. то есть, вы спрашиваете, если мы берем какие-то различные формализации одного и того утверждения, не окажется ли, что они в конечном счете окажутся синтатические эквиваленты? они окажутся тождественными в рамках соответствующего языка. Мне, честно говоря, мне кажется, что они окажутся тождественными, потому что, не знаю, вот тот же пример по типу каждый ребенок дразнил собаку. Это пример, кажется, известный с формальной семантики. То есть, это можно двумя разными способами записать, они не будут эквивалентными. Извиняюсь. Когда мы берем что-то, это что-то должно быть определенным. И в естественном языке определенность достигается за счет экстралиптических средств. Если я говорю, что сейчас светит солнышко, я не проясняю многие моменты. Может быть, в вашем городе не светит солнышко. Я не уточняю место, я не уточняю время и прочие вещи. Это нормально. Но, когда мы формализуем, мы должны выбрать какое-то, так скажем, вполне точное высказывание, выраженное на естественном языке. И все формализации этого единственного предельно точного высказывания, они могут быть разными, а будут тождественны между собой. Я, честно говоря, не готов согласиться с вашим тезисом, но хорошо. Я, наверное, его учту и что-то попытаюсь понять, что в моих рассуждениях не так. Честно говоря, если вы говорите про учет экстрагистических факторов, то он значит, что мы, видимо, помимо положения дел, должны учитывать какие-то прагматические контексты. И когда мы эти прагматические контексты учли, то уже исходя из них у нас формализация будет выстраиваться таким вполне понятным и единственным способом. Но, честно говоря, это тянет прагматику, которую нужно пресечь для того, чтобы приступить к формализации. Да, верно, это имеет смысл, если мы возвращаемся к синему тезису, что у нас есть легенда на патологических обязательствах. То есть, опять-таки, тезис еще Маннваген заключается в том, что от легенды и Кван такого не предлагал, но можно ли вернуть эту дискуссию просто апеллировав к тому, что мы разбираем, формализуем какое-то предложение в большей степени опираясь на его прагматику, он, в общем, имеет смысл и, в общем, мне кажется, что тут можно развивать. Так что, да, ваше подражание хорошее. Хорошее, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы или предложения, идеи, что угодно. Ну, если позволите еще по поводу предложения и идеи. А не кажется ли вам, что у Ванны Эльвагина как-то мало нового по сравнению с предшественниками, с Фреги, с Куайном и другими. То есть, если мы возьмем, например, Готлова Фреги, то о неразличимости бытия и существования Фреги говорит немножечко другим языком. Говорит о неразличимости имения и существования, иметься и существовать. Конечно, может быть, перевод здесь можно по-разному трактовать. Иметься и существовать это одно и то же было Фреги. Диалог с Плениером, например. Если взять. Вот. Ну, и по поводу также существования. Это, опять же, имеется уже во Фреге, развивается у Куайна, что не пустота класса, она как раз и есть. Это самое существование. Мы просто говорим, что некоторые классы не являются пустотой. У Куайна посложнее, у Куайна наряду с непустотой добавляют требования тождественности. Мне кажется, ничего нового, я не вижу в момент лагеря. Я говорю, что, наверное, это было бы как-то не вполне корректно оценивать на отсутствие новизны автора, учитывая, что он об этой новизне прямым образом и не заявляет. Он говорит, что это реконструкция мета-онтологической картины Куайна. Он не говорит, что он придумывает какие-то свои новые аргументы в пользу того, что мы такую нюанскую картину будем поддерживать. То есть, он вполне откровенно признает, что нет каких-то аргументов в некоторых местах. Либо не хочет их приводить, говорит, что это бесспорно или можно показать только иллюстрации. Нет, я говорю, что, наверное, новизны нет, но Ванедваген не претендует, он просто претендует на то, что он реконструировал мысль Куайна таким образом, чтобы дискуссия в мета-онтологическом ключе шла более содержательным образом. И это действительно случилось. Может, я как-то неправильно оцениваю последствия этой статики, но мне, по крайней мере, показалось, что это поспособствовало активным дискуссиям в этой среде. И, в общем, я как раз, наверное, эту статью издавят и выбрал, а не из-за того, что она говорит нам, иллюстрирует какой-то кардинально новый взгляд, который не был присущен Расселу или Куайну, или какие-то новые аргументы, которых у них не было. То есть, эта статья, она, так сказать, исторически важна, и важна, чтобы понимать, каким образом и вокруг чего развивается дальнейшая полемика. вот, так что, в общем, итог такой, что данной визны нет, но Ванен Вагин и не претендует на нее. Хорошо, спасибо. Все, что ли? Да, что, есть еще, может, у кого-то вопросы? У меня еще есть на самом деле вопросы. хорошо. Так, ну вот, является ли легенда легендой? То есть, как бы, Куайн является учеником Рудольфа Карнупа, который как раз занимался в молодости под руководством Фреги формализацией специальной теории относительности. Карнеп считал, что это можно сделать. Гипотеза Карнепа состоит в том, что, несмотря на то, что Карнеп принимает интенсиональность, работает в области модальности и так далее, несмотря на это, Карнеп считал, это была его гипотеза, что мы можем всегда найти экстенциональный язык, который будет эквивалентен тому интенсиональному языку, с которым мы работаем. И вот может быть как раз первопорядковый язык Куайна это просто напрямое следствие гипотезы Карнепа. Куайн нашел божественную палочку-выручалочку в виде первопорядковых логиков экстенциональных и считает, что любую нашу теорию мы можем перевести на этот язык, в пределе можем перевести на этот язык. Это никакая не легенда, а вполне нормальная оппозиция. Другое дело, что если мы не принимаем гипотезу Карнепа, то возможные варианты, они вроде бы есть, но, например, Чорч попытался истолковать, формализовать понятие антологических обязательств чисто интенсионально. Чисто интенсионально об этом в частности говорит Гвидо Кюнг об этом упоминает некоторые другие. То есть отказываясь от гипотезы Карнепа, можно пойти по формализации понятия антологических обязательств в рамках так скажем, чисто интенсиональных языков, не предполагая их переводимость на интенсиональные. Такие варианты тоже имеют. Я не достаточно компетентен, чтобы как-то комментировать. Может, да, а может и нет. Я не знаю. Про работу Чорча матологическим обязательством я против свойства, что он есть, но содержание ее я не представляю. Наверное, есть и такая точка зрения. В общем, было бы интересно про него когда-нибудь узнать подробнее. Вот я ответил. Я ответил на вопрос? Да, спасибо. Спасибо. Не за что. Вам спасибо за вопросы. У меня есть такие соображения по поводу техники перевода согласно Куайну на канонический язык. Ясно, что существует гипотеза о том, что классическая первопорядковая логика является онтологически нейтральной. Эта гипотеза, конечно же, может быть оспорена, но сейчас мы, наверное, не будем это делать. Допустим, у нас есть какая-то теория, и вот нам нужно выразить ее с помощью канонической нотации. Самой по себе логики, естественно, для этого не хватит. Нужно нелогические термины какие-то вводить в наш язык. Ну, то есть какие-то предикаты, например, задать. Ну, да. Вот. Возникает вопрос. Что должно как бы нам подсказывать, какие именно предикаты нам следует определить? Потому что, ну, вот если рассматривать вот этот знаменитый пример Гича, если я правильно помню, что это Гич, я его придумал, с выражением «некоторые критики восхищаются только друг другом», пример, который нельзя формализовать на первопорядковой логике без введения каких-то дополнительных нелогических терминов, которые в изначальном, естественно, языковом выражении не содержатся. Ну, там, например, не знаю, какой-нибудь класс, можно постулировать существование какого-то класса, еще что-нибудь в этом роде. Вот. То есть за счет чего мы должны, то есть что обосновывает наш выбор в нелогических терминах? Вот у меня такие вот вопросы возникают. Но это вопрос вообще ко всем, не только к рецен. То есть вопрос такой, что обосновывает выбор нелогических терминов при переводе некоторой теории в каноническую нотацию? Да, это интересный вопрос, потому что в общем сам Ванн Вагин в статье не особенно распространяется и о том Квинштейт можно только догадываться. Короче, мне так же самому было бы интересно узнать как, не знаю, может по вашим представлениям на что нам нужно ориентироваться при формализации. Да, может быть здесь какую-то роль играет вот это разграничение у Квайна между донтологией и идеологией, ну вот, то есть какие-то дополнительные соображения, которые оказывают влияние на выразительность нашего выбранного нами языка. Да, вот тот же пример с сыром, да, и с дырками. Ну, очевидно, материалист придерживается какой-то такой идеологии, которая не позволяет ему принять формализацию, где вводятся предикаты быть дыркой. Вот, ну, вот выяснить, что мешает ему все-таки принять, не знаю, вот это вот было бы, мне кажется, интересно. Да, я согласен. То есть это надо назвать антологией или назвать идеологией все-таки? Ну, мне кажется, тезис, что дырок не существует, это явно идеология. Да, но чтобы этот тезис высказать, надо как-то его разумно сформулировать с помощью канонической аннотации. Вот как это сделать? Так, чтобы она удовлетворяла всех, в том числе и материалистов. Ну, и даже если это идеология, все равно по-видимому для того, чтобы она, ну, для того, чтобы мы могли исследовать и требуется как-то внятно сформулировать. Ладно, дырок не существует, но там, я не знаю, как быть, например, с ямами и какими-то еще другими подобными терминами. на каком основании какой-то из них мы признаем что-то, они у тебя связь, мне кажется, не может скобить. мы последние реплики не услышали. Да. Вика только утверждает, что по крайней мере одна яма существует. Насколько я помню, биология как раз связана с языком. То есть фонтологически обязательства не опускаются теорией, а не языком. А теория это нечто нейтральное языком. Любая теория допускает бесконечное количество языков для собственного выражения. А идеология она как раз каким-то более тесным образом к языку привязана. Но это надо выяснить, я точно не могу сказать только Куайн. Работаю. Да, при этом еще Куайн говорит о переводимости теории и имея в виду, что когда мы занимаемся переводом какой-то теории на язык какой-то другой теории, то есть сводим антологию одной теории к антологии другой по сути. Потом еще и элиминация у нас подключается. Если мы действительно свели, например, натуральные числа к множеству, осуществили этот перевод, то все, значит, натуральных чисел нет, и все это просто множество на самом деле. И это был такой синтаксический сахар какой-то у нас разговор о числах. На самом деле мы о множестве говорили. Вот. И Куайн предполагает, что теории, они описывают некоторые структурные закономерности, и эти структурные закономерности схватываются какими-то не совсем неясными лингвистическими средствами. то есть Куайн, например, говорит о том, что переводы предложений, точнее, переводы одной теории в другую должны по предложениям быть эквивалентны. Вот. То есть у него есть требование того, чтобы именно каждое отдельно взятое предложение соответствовало какому-то отдельно взятому предложению переводу, чтобы сохранялось структурное описание, структурное содержание, которое описывается теория. Если принимать этого внимание, то получается, что действительно легенда, про которую говорит Монглаген, что она не то, чтобы легенда. Ну, это большой вопрос к Куайну на самом деле, да, и вероятно, стоило бы его как-то об этом спросить по крайней мере заочно. Продолжение следует...